Исполнительный совет ЮНЕСКО принял резолюцию, в которой фактически отрицают суверенитет Израиля над Иерусалимом. Украина голосовала против этого решения, а США пригрозили урезать финансирование палестинцам. Больше расскажет Сергей Ослендер. Очередную антиизраильскую резолюцию приняли аккурат в день независимости еврейского государства. Документ этот, внесенный несколькими арабскими странами, Алжиром, Египтом, Ливаном и другими, называется об оккупированной Палестине. Он фактически отрицает суверенитет Израиля не только над святынями трех религий, старым городом Иерусалима, как это уже бывало раньше, но и над всей территорией Иерусалима, в том числе и над теми районами, которые входили в состав Израиля еще до шестидневной войны. За принятие этой резолюции проголосовали 22 страны, 10 были против, в том числе, кстати, и Украина. Этот шаг со стороны Киева в Израиле оценили очень высоко. Реакция же израильского правительства на сам документ была вполне предсказуемой. В прошлом году ЮНЕСКО отвергла историческую связь еврейского народа с Храмовой горой. Вы можете себе это представить? 3000 лет назад царь Соломон построил на этой горе храм, который был впоследствии восстановлен, отстроен заново вернувшимися из Вавилонского изгнания евреями, освобожденными царем Киром Великим. Тот самый храм, который посетил Иисус, и где он опрокинул столы миновщиков. Он сделал это не в Гималайском монастыре, а в еврейском храме здесь. Тем не менее, год назад ЮНЕСКО решило, что мы не имеем никакого отношения к Храмовой горе. Американская администрация уже выразила свое возмущение этим документам. Около сотни сенаторов, представителей как республиканской, так и демократической партии, подписали письмо в адрес Генсека ООН с требованием прекратить абсурд, творящийся в отношении Израиля. Об этом в том числе президент Трамп намерен говорить и с председателем палестинской автономии, Махмудом Аббасом. Их встреча должна состояться сегодня. Так вот, президент Трамп собирается потребовать от палестинского лидера прекращения антиизраильской пропаганды и уступок в отношении Израиля. В противном случае угрожает урезать рамали финансирование, при том, что Америка является одним из основных доноров Палестины. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер.